Да, правильно, что ты камеру включила. Пойдем, пойдем. Это мое любимое место по дороге в Этум-Кали. У меня уже был здесь видосик, который я поискал в одну популярную социальную сеть, которая сейчас признана экстремистской организацией. Тут небольшая лужица. Вот только очень, я тебя прошу, будь аккуратней. Так, и я как раз сейчас могу приблизить. Вот такая красота. На камеру даже лучше, чем на телефон. Да я ж поздоровался уже, все нормально. Так, я чуть-чуть вперед пройду. Да, тут надо аккуратнее быть. Круто, да? Иди сюда, со мной маленький видосик снимем. Блин, очень красиво. Ты красивая, природа красивая. Единственное, знаешь, что некрасивое? Прическа моя. Ну, опять же, повторюсь, сейчас вам еще раз реку покажу. Сейчас все течет, сбор, поэтому вода грязная, очень быстрая и шумная. Надеюсь, что-то слышно через микрофончик. Слышно, ты смотришь. Что? Что, что? Ты же не увидишь, я же... А, мне надо к тебе подойти? Давай. Ой, ну плохо видно. Ну-ка, чуть-чуть переверни. Зато меня видно. Представляете, мужчина мимо проезжает, говорит, сфоткать вас или нет? Просто мимо проезжает. Просто мимо, да, проезжал. Здорово. А мы как раз стоим тут, мучаемся с этим телефоном. Надо поставить, чтобы было видно, потому что здесь, ну... У нас палки-снималки нет, а мы по таймеру хотели. Вот он, добрый дядя, который нас снял. Классно, классно. Классно, классно. Все. Класс, я рада. Потому что если ставить камеру вот сюда, то не видно вообще ничего. Ну, то есть видно вот так, вот вверх. Ну, обрезано, да. Тут хотелось бы, ну, вот какой-то такой ракурс. Он так и снял как раз. С вытянутой руки и нас видно. Ну, что, поехали, Катюш? Подожди, камеры сняли, а глаз у меня не пребывалось. А, окей. Выглядит это, конечно, безумно. И сюда вниз чуть-чуть спустились. Ну, здесь то же самое, только вид сбоку. А были мы вот здесь только что. Это воздух офигенный, тепло на улице. Мы в прошлый раз, когда сюда приезжали, я помню то, что я стояла так в куртке, такая, типа, блин, холодно. Ну, очень красиво, но холодно. А сейчас никто не подгоняет, может стоять, смотреть. Тепло. И самое главное, световой день у нас сейчас длинный, да, и не нужно, знаешь, торопиться быстро, быстро, быстро. В прошлый раз, да? У нас же экстренно. Да. Уже выезжали, отсюда темно было, да. И холодно. И сейчас еще мы заедем, там есть источник воды, мы зальем все это дело машину. И себе бутылочку возьмем, можно попить. Не опасно стоять, она не упадет? Вообще опасно стоять. Конечно, она в любой момент может отвалиться. Я, кстати, неоднократно видел, как камни сыпались. Просто встаю и все. Видишь, вот на ноге, ой, извини, я громко вступила. Вот камушки валяются, тоже опали, наверное, недавно. Да, это все падает с гор, конечно. Село Ченнах, это родное село Мамы, Рамзан Ахмадча. Такой свет приятный сейчас на улице, вообще. Кстати, вода так быстро бежит, давай остановимся, посмотрим. Потому что здесь отличный вид, вроде никому не мешаем. Вот, мы как раз ее только что видели, только сверху. Вот она разгоняется, и там огромные потоки. А мы поедем дальше. Там и кункали, там ведено, ой, ведучик, ведущик, прошу прощения. Там горнолыжный курорт, здесь открытые кабинки, можно покататься. Ну и вот эта часть очень красивая. Горы смыкаются. Ребята и петух. Интересно, он меня не клюнет? А не, ну он что-то боится. Здесь мы сейчас будем наполнять машинку и себя водой. Все, давай мне бутылку, полторашку пустую. Я тоже пью. Вода, да и вода. Вроде ничего, очень холодная. В итоге все закончилось тем, что мы начали протирать стекла. Бауху Катюшу не дотерла, поэтому я пойду доделаю. Так я тебе говорю, просто полей туда водички и дворниками. Не, вот эти букашки-таракашки не получится так смыть. Придется брать вот эту тряпку. Ну и заодно немножечко пары протерли и номера. Ну конечно результат так себе, но все равно бесплатная вода, почему бы и нет. Ну тут тоже немножко херовенько, конечно. Да-да. Ну фарки светят, нормас. Сейчас вот хорошо. Все, сейчас дотираю лобовуху и едем уже в эту Мкали. О, сейчас она такая мокрая вся. Сейчас легче пойдет дело. Ну ты оказалась права, из-за того, что она мокрая, я туда много воды влил, сейчас очень легко все отходит. Андрей, у тебя очень сильно пуговички на это... А? Пуговички сильно стучат по стеклу от джинсовки. А, ничего не будет. А, ну значит так. Я когда мыла машину и тряпкой лозила по... По краске машины. Он начал говорить, что я поцарапаю ее. А то, что пуговицы у меня нахреначат по стеклу, это и ничего не будет. Двойные стандарты в действии. Царапаешь машину. А сам косяк. Ой, они пристегнулись. Пристегнусь, пожалуйста. Все, не плачем, не плачем, я пристегиваюсь. Не плачем, не плачем, не плачем. А, ну и мы три или четыре баклажки сколько мы там набрали? Четыре. Ой, пять. Пять у нас их. Вот, бесплатная вода. Хорошо. Надеюсь, она чистая. Но это горная вода, она должна быть чистой. У меня вообще руки сейчас отвалятся. Господи, замерзли. Капец. Оттуда конди иду. А здесь уже, глянь, 16 градусов показывает. Да. А все, уже солнце скрылось здесь. И все. Вот. Сейчас, кстати, очень крутой вид будет. Если мы пока не вышли. Сейчас покажем. Коровки, кстати, домой идут. Нагулялись. Да, на вечернюю дойку. Они, кстати, сами идут. Видно, да? Видно, видно. Очень низкая волка. Прямо шапка. Я никогда такого не видел. Огонь, конечно. Ну, сейчас будет классный вид. Здорово. Угу. Ну и все. Мы на месте. Итум Кали. Андре. Че? Можем суткаться возле этого знака? Вот этого? Нет, итум Кали. А, да, можем. Да, на обратной пути. Тебя не будет? Нет, не будет. Так еще время. Шесть. Нормально. Ну, мы приехали на место. Вот как выглядит вот эта игра. Я думаю, вы видели. Липучки и шарик. Мы немножко утеплились, потому что здесь, ну, так, достаточно ветрено. И температура опустилась до 15-16 градусов. Иди сюда, Кать. Смотри, какой свет классный. Да, Эли. Класс. Давай я на фоне еще покажу. Вот тут горы. Это вот буквально один километр за вывеской Итум Кали. Вот такая красота. А если чуть туда пройти, там как раз река, которую мы вам постоянно показывали. Блин, прекрасное место. Путешествуйте по России. Здесь реально есть куча крутых мест. Просто не ленитесь. Берите тачку своих родных и близких и дуйте. Я надеюсь, ветер не забивает микрофон. Ну и параллельно, пока мы будем играть, я поставил на зарядку от камеры батарейку. Через вот это устройство, которое я вам в первой серии показывал. Так, давай знаешь, что с тобой? Еще двери закроем. Вдруг какие-то насекомые налетят. Ну и все. Будем наслаждаться видами играть. В горах. Неожиданно, да? Да. Хотела в Сочи. А в итоге вообще черт знает где. Вот там у нас за горой граница с Грузией. Вот. Вот там дальше. Ничего себе ты. На! Ну куда бросать? Лошарик. Вот такое веселье, ребята. Ай! По пальцам дала. Блин, больно. Я думал, ты увидишь. Ну вот так вот прям бросаешь. Хоть побегаем, поносимся. Немножечко. Ладно, вырубаю пока камеру. Ребят, ну это так смешно, я прям не могу. Катя только и носится. Так, сейчас я тебе закину. Вот так вот. Я поймал без всякой тарелки. Ну, он сом. Давай, бегай, бегай. Оп! Я просто тарелку между ног зажал. И кидаю просто Катя шарик. Не могу так весело играть. Оп, вот сейчас я не поймал. Ну что, классно поиграли? Ну прям физуха слушай, да? Тут есть место для этих штучек. А, да. Засовывай. Влезает? Да. Ну все, супер. Хочешь еще туда вниз подъедем? Уши замерзли. Ну да, ветрено, согласен. Ветер сильный. Что-то у меня еще зарядка Xiaomi, вот эта, на 2 USB, которая в 12-вольтовую вставляется. Начала пищать. Катя заметила. Вот эта штука, правда, тоже пищит. Но я уже говорил, там вентилятор есть. Что-то ручки протереть хочешь? Я не знаю, я хочу высправиться. Ладно, убираю камеру. Так, ну что у нас? Погодка 17. Ты уверен, что ты будешь говорить на фоне того, кем смаркинусь? Встал я, конечно, как придурок, но очень хочется сфоткать. Там еще на въезде он был, но здесь, мне кажется, очень клевый вид. Вот такая картинка будет. Давайте максимально приближу. Тут еще такая шапка из облаков. Катя сооружается здесь. А, ну вот, смотрите, как я встал. Можешь идти? Да, идем. Ну, что я могу сказать. Здесь, короче, закрыт был шлагбаум в отеле на парковку. Андрей не смог заехать и остановился прямо перед этим шлагбаумом. Наверное, охранник куда-то отошел, не знаю. Андрей пошел нас заселять. Дел мой свой паспорт, пошел на заселение. А я перед этим шлагбаумом сижу в машине. И сейчас охранник подходит, прикладывает пропуск свой к какому-то аппарату и говорит, вы хотите заезжать? Заезжайте. А я на пассажирском сижу, водителя нет. Говорю, тут водителя нет. Он говорит, да заезжайте. Я говорю, что, в общем, Андрей меня подставил. Теперь мне стыдно. Если сейчас машина сзади ко мне подъедет, а там, кстати, едет. Блин, если сейчас машина подъедет, упрется сюда и будет сигналить, что типа, что я туплю, шлагбаум открыт, а я не заезжаю. Вот, я сейчас даже покажу этот шлагбаум. Вот он, он открыт, блин. Но я не могу заехать, Андрей ушел. Как поставить человеку в неловкую ситуацию? Вот, учитесь у Андрея. Это то же самое, когда мы стоим на кассе, и он такой, а сейчас я еще кое-что возьму и уходит. И тут такая, как бы, она уже пробивает, уже последний товар пробивает кассирша. И я такая, не знаю, что делать. А он где-то там ходит, ищет еще какие-то товары. А, ну класс, за мной становится машина. Андрей идет, Андрей идет. Наконец-то, боже мой. Как же это страшно. Вот он, бежит. А парковка теперь расплатная. Андрей, ты знаешь, какую мне ситуацию неловку поставил? Че? Ничего. Че, кто-то выезжал? Да нет. А че? Я сюда подошел охранник, вот на эту пипку нажал своим пропуском. Говорит, заезжайте. Я говорю, я не водитель, водителя неоткуда. Да ну заезжайте. Я говорю, я не могу. Он такой, ну, давайте. Я такая, блин. Учись. А ты же можешь. Я могу, я понимаю. Ну, ключи-то у тебя с собой. А. Все с собой. Я как поеду. Не ругался на тебе? Нет, не ругался. Ну, да прикинь, если бы кто-нибудь меня подпер сзади и хотел бы проехать. А я так ручками развела бы и сказала, извините, мужчина ушел. Оставил меня одну. Ну, ничего. Ты же справилась с этой ситуацией. Немножко страшно было. Страшно было. Маленькая. Машина ругается. Не пристегнут. А, я сейчас все равно буду оставить ее. Ничего страшного. Ну и все. Деловка. 24-08. Пойдем кушать? Пойдем кушать. Да. Мы сейчас пойдем в то заведение, куда не попали из-за праздника. Мы там супчики возьмем, там лепешки вкусные и паслать. Да. Ну, здесь эту штуку, видишь, сама крутится. Там толкать надо. Да, там на стороне толкали. Это вообще очень круто. Да. Твой паспорт у себя, если что. У себя что? Ну, буду хранить. А. Просто, чтобы ты, если вдруг будешь думать. Где же он? Ну, а как еще в Грозном? Да, паспорт. Только так. Паспорт задаем. Ротик закрываем и рядышком идем. Извешиваем морковку. Извешиваем морковку, да. Очень красиво. А вот это дерево, копия. А, мы сейчас прочитаем. Здесь табличка. Скульптура, копия благосовенного дерева. Ну, в общем, вот он. Стопкадр. Читайте сами. Похоже на настоящее. Вот так вот со стороны. Ну, единственное, может быть, немножко ствол выдает. А сама растительность сверху очень похожа на настоящее. Вот эта мечеть великолепно, конечно, выглядит. А мы сейчас в ТЦ. Я особо долго задерживаться не хочу. Кушать хочется? Пойдем кушать. Сколько мы произнесли слова кушать за последние несколько минут? Мы здесь не пройдем. Ну, вот так вот нырнем. Давай, Катюх, купаться. Я ее, кстати, днем пробовал. Холодная. Классно, что они меню заменили. Теперь можно картиночки посмотреть. Потому что до этого был один листочек с вот такими подписями. И каждый раз приходилось спрашивать, что это, что это, что это. Сейчас более-менее. Ну что, ты определилась, нет? Я одену, может, с чешной фасолевой. Фасолевой. Ну, бери фасолевой. Я возьму марокканский суп с курицей. И, наверное, думаю, может, цезарь с креветками. Катя меня не дождалась, пока я мыл руки. Давайте покажу. Вот так выглядят салатики этот цезарь с креветками. Такой хлебушек взяли. Вкуснейший лимонад маракуйя. Вообще безумный. И будем ждать супчики. Приятного аппетита, Катюш. Спасибо. Вкусно? Я тоже подожду супчик. Я просто пробовала. Ну что, вкусно? Да, належь ему надо. Да. Много мяса. И вот такие штучки еще подаю. А мне, врать, фасоли вы принесли. Приятного аппетита. Ой, я чуть не умер. Что? Господи, он горякий, как я. Приятного аппетита. И за копчок. Спасибо. Тебя тоже. Вот это прям моя тема. Так, так, так. Что я хочу? Может быть этот, смотри, кунжути. Арахис и кунжути. Бери. 132 рубля. Я это есть не буду, но вот эта баночка мне нужна для всяких приколек. Нет, давай что есть будешь. Ну и для тебя... Грецкие будешь очищены? Вот эти, вот тут орехи очень вкусные. Прям крайне рекомендую. В итоге набрали кучу орехов и сушеных фруктов. Все это потом будешь переиспользовать, все эти баночки, да? Ставьте тепло. И пришли тут шоколадочки нашли. Вы не подумайте, что она дурочка у меня. Просто ей погода очень сильно нравится. Прям кайфует. Да? Говорю, кайфуешь от погоды? Да. В общем, Андрей сидит, сидит такой. Потом резко встает и говорит, блин, Катя, что-то у меня жопа мокрая. Короче, я сел на корчу. Прикольно, да? Да, кто-то плюнул. Я такой расстроенный. Фу, блин, я хочу быстрее в номер. А ничего, что я тебе за жопу? Не, ничего. Хорошо. Я на самом деле ни разу не видела в грозном, чтобы девушка и парень за руку шли. Ну, то есть под руку, может быть, и было такое, а вот именно за руку ни разу такого не видела. Тут так не принято. Да. Поэтому каждый раз, когда я по привычке, там, Андрей беру за руку и сразу его отпускаю, или там, не знаю, хоть у щечку поцеловать, я тоже такая отхожу, типа, блин, нельзя. А ты снимаешь свою щеку. Ну, мне тяжело держать. И меня даже не снимаешь. Теперь снимаешь. Здесь отличное освещение. Да. Все, я в номер хочу быстрее. Сейчас вам покажем, что купили. Извини, Батюша. И номер покажем. А? Видно? Нет. Как же я смеяла. Нет, не видно. Я просто говорю, где-то там плевок. А поспи. Ну, смешно же. Тебе всегда смешно, когда у меня что-то происходит такое. Ударяюсь я еще. Это выржачное. Но я же сначала смотрю, сильно ли ты ударился. Если понимаю, что фигня, тогда смеюсь. А насчет плевка ничего страшного. Сейчас сходишь в душ. Штаны постираем. Все будет окей. Ай, хорошо, а? Весной пахнет. Очень вкусно пахнет. Да? Просто в лок отходит. Весной пахнет. Чтобы, кстати, сходишь в дерево. Вот здесь была куплена футболочка. Правильно? Да. Давай, открывай. Приветики. Сразу вставляю карточку. Где эта штука? А вот она. Это стандартный. Стоит он сейчас 8500. Дороговато, но у нас не было вариантов, потому что все занято. Тут у нас ванна, туалет. Вот, привет вам. Я с дебильной прической. Так, давайте дальше смотреть. Здесь шкаф. Интересно, в баре? Нет, ничего. Нет, в баре пусто. Что тут еще вам показать? Кроватка. Ну, в принципе, она здесь такая, мягонькая. Нормально. С подушки. Ну, нет. У нас в машине гораздо лучше. Тут... А, ну, это местное телевидение. Вижу логотипчик. Столик. И вид у нас на... Ну, куда я вылезу? На Грозный Мол. Вот оно. Сейчас поближе покажу. Нет, справа. Вот оно, мечеть. Ну, и вот у нас. Ночной Грозный. Я вам уже с утра покажу. Вот такой номерок. В принципе, за 8500 дороговато, если честно. Вот, нужно было бы что-то подешевле найти. Но для этого надо было гораздо раньше бронировать. Давайте еще подытожим этот видос. Покажем вам наши покупочки. Про покупки, про покупки, про покупочки мои. У нас три пакета получилось. Мы опять набрали детское питание. Течение. Еще три упаковки. Разные. Бонди. Еще что-то. Очень неплохое. Вот так вот в поездке. Турецкий твикс. Да, это турецкий твикс. Это я себе взял. Это шоколадки мы уже показывали. Я хочу попробовать белый, так как одна девушка сказала, что они... Ну, это мы, да, показывали. Да, я ценник покажу, сколько потратили. Это еще минусы. Так, 2756. Так, макадамио-орех. Тут есть специальная эта штучка, видишь? Ключик. Ключик, да, чтобы их открывать. Ну, Андрей взял себе изюм. Я буду там... Я его взял, чтобы мы его намешивали в разные орехи. Это очень прикольно. Я обожаю изюм. Ну, это в одной детской палочке. Ну, да, это верно. Много-много соков разных вкусов. Да, все не доставать. Просто фруктоняне детские, опять же. И тут еще куча-куча орехов. Это арахис, по-моему. Да, в сахаре кунжуте. Манго. Сушеная манго. Вот. Грецкий орех. Кедровый орех. И банан сушеный. Все, да, у нас, по-моему? Да, все. Так, и что-то еще здесь было? Нет. Ну, вот, в принципе, наши покупки. У нас, наверное, влог получится очень длиннющий по времени. Все, мы будем раздеваться, отдыхать. Ну, там, лайки ставьте. Я даже сейчас попробую в этом влоге, подожди. Чего? Белый шоколад. Я что, не пробовала? А, чтобы гештальт закрыть? Чтобы наверняка сказать. Ну, что? Подожди. Мне нравится, вкусный. Ну, какой вкуснее? С кокосом все же? Он очень похож. С кокосом просто чувствуется немножко кокос, привкус. А так, это намного вкуснее. Мы еще брали от этой же фирмы обычный, по-моему, молочный шоколад. Да, обычный. Вот он мне не очень понравился. А с кокосом и белым, для меня это самое вкусное. Ну, все. Закрываем влог. Да? Давай, Катюш, рукой давай вот так вот накрывай. И своей тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok